Добрый вечер! Мы поздравляем вас с наступившими праздниками. Все отшумели, и мы возвращаемся к нашей привычной, собственно говоря, каждую среду программе на связи с муниципальной властью. И в этом году мы продолжим освещать то, что делает муниципальная власть, как она делает. Вы оставляйте свои отзывы в Фейсбуке под публикациями, согласны, не согласны, видите в эти изменениях или не видите, о которых мы будем говорить. Сегодня мы поговорим о тех изменениях, которые мы все видели. Косвенно, прямо или как минимум в новостях. Сегодня мы пригласили в гости, наш Новый год стартует с красивой девушки, Ани Ганджил. Добрый вечер, Аня. Добрый вечер. Это действительно очень важное направление, потому что по мере работы Агенции развития города Николаева очень видно, что в Николаеве проживает множество активных людей, у которых масса замечательных идей, которые они готовы действительно привносить в наш город и развивать наш город. Именно поэтому у нас в Агенции развития города Николаева появилось такое еще одно направление, которое переросло, собственно, в проект. Это ресурсный центр общественных инициатив. Ресурсный центр общественных инициатив – это в первую очередь инструмент для горожан, потому что не все умеют писать проекты, не все умеют их и реализовывать. Ну, вы у нас были уже в программе, я напомню, кто видел эту программу, вы нам рассказывали уже, собственно говоря, о самой сути. Давайте поделитесь, что удалось сделать, какой путь был пройден. Вот сейчас это интересно будет, особенно в канун Нового года, и самое главное, в канун прошедшего Нового года, самое главное, что ждет впереди, какие есть планы, какие есть заготовки, что мы увидим необычного, того, что никогда не было в нашем городе. Хочу, собственно, начать с того, что уже сделано за прошлый год, потому что это тоже очень важно, и это вселяет веру просто в жителей города, которые также, возможно, не верят в себя до конца, что у них что-то выйдет сделать, изменить наш город. Собственно, первое, с чего начали мы свою деятельность, это создание действительно такой структуры ресурсного центра, и сейчас у нас в нашу структуру ресурсного центра мы подтянули молодежь. Настолько, насколько могли, уже создан студенческий парламент в нашем городе, который объединил все вузы нашего города, и ребята действительно активизировались, и благодаря активным студентам у нас сейчас создан центр волонтеров. То есть это ребята, у которых есть свободное время, и которые готовы этим временем поделиться с городом, с другими активными горожанами, которые реализовывают какую-то инициативу, но им просто не хватает человеческого ресурса. Людей, которые придут и помогут в этой инициативе. Еще кое-что, то, что мы планируем уже на дальнейшее, я немножко забегу вперед к планам, оно очень перекликается с этим. На данный момент мы сейчас разрабатываем программу привлечения еще и ученической молодежи. Потому что вот в 16-й год мы плотно поработали с учениками профтехучилищ, со студентами наших вузов, у нас их более 40 тысяч, и это большой потенциал. Но также более 40 тысяч у нас школьников в нашем городе. И это также активные жители нашего города, это активная молодежь. Некоторые из них к нам тоже обращались, и с ними были реализованы проекты, о которых я тоже чуть позже расскажу. И, собственно, именно с этой инициативой, именно поэтому совместно с Советом по вопросам молодежной политики при Николаевском городском главе у нас будет еще создано такое направление, как ученическое самоуправление. Потому что многие годы подряд у нас оно существовало, и сейчас просто нужно добавить такого нового толчка, еще больше объединить ученическую молодежь, и также то, чем мы занимаемся постоянно, это обучение. Это обучение... Мне надо к вам вопрос тогда. Что касается, вот смотрите, вот события на Востоке страны и вообще в стране высветили большое количество волонтеров и среди людей среднего возраста, и старшего возраста. Какие планы насчет вот этих категорий? Более взрослой категории людей. На самом деле, очень часто данная категория людей сейчас к нам приходит с идеями. И, собственно, примером такой взрослой категории людей, которые готовы реализовывать свои инициативы, является глава, который на самом деле является уже руководителем многие годы ОСНа Ялты, органа самоорганизации населения микрорайона Ялты. Это человек, который пришел к нам на тренинг, вот то, о чем я говорила, обучение. Пришел на тренинг «Как писать проекты» и успешно написал проект. То есть, это человек, который успешно написал проект и выиграл. Что это за проект? Расскажите вам подробно. Это, на самом деле, очень интересный проект, и я бы сказала, что очень прорывной. И показывает, я думаю, многим николаевцам, что возможно все, главное желание. И он на своем примере это сделал. Проект касается того, что в микрорайоне Ялты, я думаю, что по нашим планам к весне, все зависит от погодных условий, потому что это моменты строительства, будет создана зона отдыха со сценой. То есть, в микрорайоне Ялты они уже запустили традицию своей такой инициативой, своей группой, потому что у них очень много жителей в этом микрорайоне живет. И они запустили такую инициативу, они проводят праздники. Они регулярно, они даже проводят у себя день рождения микрорайона. Отлично. Я почему на этом особо остановился, потому что действительно очень многие люди считают, особенно среди наших зрителей, что это какая-то такая молодежная непонятная штука, проекты какие-то, project management и так далее. В самом деле, все просто, просто называется, но теперь по-другому. Это, я не знаю, как раньше, проект, он и есть проект, да, то есть, собственно говоря, и нечего бояться. То есть, главная идея, то есть, главная идея, с которой вы идите, что вы хотите вокруг себя получить, если у вас есть силы, если у вас есть желание. Я бы даже так сказал, не надо писать о том, чего нет в Facebook, а можно просто прийти и постараться это сделать самому. Но я ни в коем случае не рекламирую никакую политическую силу в данном случае. Но давайте продолжим. Какие проекты вы считаете образцовыми в прошлом году, что вы сделали по инициативе горожан? Я еще немножечко остановлюсь еще на одном микрорайоне, который также активизировался. Это микрорайон Старый Водопой. То есть, собственно, как и микрорайон Ялты, так же и микрорайон Старый Водопой, очень многие жители считают эти районы не совсем благополучными. И очень приятно, что именно жители этих микрорайонов поднимаются и свои районы развивают. Потому что когда у нас самые, скажем так, не совсем развитые районы, в плане того, что, по мнению многих горожан, начинают подниматься и показывать свои инициативы и примером своим действительно предоставляют пример многим, то это достойно похвалы, это достойно того, что наш город развивается. И еще один из наших проектов, тоже небольшой проект, тоже жительница нашего города и возраста не студенческого, которая написала проект и тоже выиграла. Вот мы помогли его прописать. Это проект называется «Зеленый оазис». Поэтому в скором времени мы надеемся, что также в микрорайоне Старый Водопой появится этот самый зеленый оазис. А я бы хотела сказать, что в этом проекте также помогают, и в том, и в другом помогают еще и администрации районов. То есть здесь идет уже у нас действительно полноценный диалог, когда собирается общественность. То есть все необходимые ресурсы, собственно говоря, собраны, главная идея толково изложена и, собственно, можно стартовать. Поэтому, собственно, такие проекты у нас запустились, уже начались, да, стартовали в 2016 году и в 2017 году мы увидим уже результаты, когда, собственно, погодные условия позволят построить эти объекты. Есть еще очень важный вопрос, который, наверное, волнует всех горожан, и очень многие, в принципе, смотрят на эти проекты с позиции того, что куда тратятся наши деньги. Финансирование этих проектов из каких источников? Это донорские средства, которые не имеют никакого отношения к городскому бюджету. Давайте вот эту фразу, пожалуйста, еще раз считать. Потому что что такое донорские средства, потому что все люди считают, что эти деньги можно было потратить бы с умом, но эти деньги были целевые и не в виде налогов, и не в виде городской казны. Конечно, с радостью я объясню. Да, пожалуйста. Вообще во всем мире существует очень много благотворительных фондов и различных организаций. Также посольства предоставляют разных стран. То есть, соответственно, в некоторых случаях это их личный накопленный капитал, к примеру, если благотворительный фонд имени какого-то человека, который вложил средства в данный фонд. Или же это может быть посольство, или же другие фонды, которые формируются за счет налогов честных горожан других государств. К примеру, мы видим гранты от посольства США и многих других стран. Так же, как и British Council, и Британский совет, с которым мы уже наладили сотрудничество. И у нас есть пример два успешно выигранных гранта в этом году, в 2016. Соответственно, абсолютно любой человек, у которого есть инициатива, желательно, чтобы еще была и общественная организация, так как это юридическое лицо, человек может написать проектное предложение. То есть, свою идею оформить в проект. На самом деле, это не очень сложно. Главное – желание. То есть, если у вас есть желание, вы можете легко этому обучиться. У нас люди, которые первый раз писали, есть примеры, и они успешно выиграли эти гранты. Соответственно, вот эти вот гранты – это безвозвратные средства, которые предоставляются той организации или же той инициативной группе, тому человеку, который прописал данное проектное предложение. И, собственно, в дальнейшем конкретный руководитель проекта распоряжается этими средствами, и эти средства, они не являются бюджетными средствами нашего города. Поэтому мы, собственно, всегда говорим о том, что агенция развития города Николаева направлена на то, чтобы привлечь средства извне. Вот тут такой еще очень важный нюанс. У нас было несколько программ в прошлом году, как раз в рамках общения с муниципальной властью. Мы, по-моему, если мне память не изменяет, 4 или 5 программ делали по субсидиям. И вот буквально недавно, пару дней назад, мне человек один сказал, а вы знаете, что их придется возвращать. Хотя в каждой программе мы говорим о том, что это безвозвратная помощь. Вот давайте еще к слову «безвозвратной» вернемся. Это не значит, что эти деньги придется отдавать. Это не значит, ну не знаю, что там… В общем, это просто подарок. Это просто подарок. И мне хочется именно на этом создать акцент. И, впрочем, продолжайте, пожалуйста, что еще интересного. Да, действительно, вы очень правильно отметили, что данные средства, они безвозвратные. То есть не возвращаются в фонд, да, ну конкретно данные, проекты, данные… А объекты построенные передаются в пользование громадам. Да, громадам, да, громадам, которые этот проект реализовала. И она соответственно… То есть, собственно говоря, это такая стимуляция инициатив. То есть, грубо говоря, более богатые люди понимают, что нужно более, бедным нельзя сказать, экономически слабее странам помогать в таких вот инициативах для того, чтобы повышать общий культурный уровень. Я правильно понимаю? Я думаю, что это можно интерпретировать. Что ж, давайте все-таки вернемся к проектам, которые у вас были. Я знаю, что вы подготовились и вот с удовольствием хотелось бы вас послушать. Это, на самом деле, такой небольшой отчет. Мы также для себя готовили его, потому что мы на каждом этапе, собственно, всегда смотрим, что уже достигнуто и строим планы дальше. Еще один из проектов, который мы считаем очень важным, который запустили в нашем городе, который сейчас реализовывается и в дальнейшем будет еще больше развиваться – это очень важный проект. Это экологический проект. Совместно с общественной организацией Let's Do It Ukraine Let's Do It Ukraine в нашем городе был реализован первый пилотный проект по всей Украине. Это Let's Do It Ukraine School Recycling, что означает «сделаем Украину чище» путем сортировки отходов, то есть раздельного сбора отходов. Очень хороший старт вот таким экологическим инициативам также послужил благодаря тому, что у нас в городе проходил международный форум по поводу поведения с отходами, собственно, с вторичным сырьем, которые, собственно, у нас организовали тоже активные наши жители нашего города. Это Алла Ряжских, Андрей Мороз. И вот, собственно, тоже, исходя из этой инициативы, у нас продлилась, скажем так, эта инициатива, и мы решили начать такой проект именно со школ. Let's Do It Ukraine School Recycling у нас начался во всех 67 школах нашего города. В этом проекте очень сильно помогало управление образованием. Давайте вот, давайте, Аня, я хотел бы, вот знаете, что вас попросить. Вот, когда мы говорим о проектах, зачастую люди просто задают себе вопрос, что это даст мне. Давайте вот раскроем некий эффект от разного рода, например, вот тех же культурных таких вот облагораживаний мест, что это даст в перспективе для каждого фактически жителя, ну, как минимум, этого района. Вот, но я, например, считаю, да, как политтехнолог, все-таки я, наверное, оперирую такими понятиями, как формирование общественного мнения. Есть такое, ну, кто, может, слышал, есть такая технология, окна Авертона называется. Она говорит о том, что если ты наводишь порядок вокруг или делаешь, делаешь какой-то такой фон, ну, более культурный фон, то уже на этом фоне делать какие-то плохие вещи неправильно. Мы обязательно как-нибудь об этом поговорим с нашими зрителями, пригласим такого гостя, с которым будет это интересно обсудить. Но идея в том, что это мое сугубо мнение, если я не прав, вы меня поправите, да? Но идея в том, что когда вокруг вас расцветает культура, вы поднимаете культурный уровень всех-всех жителей. Это приводит и к уменьшению преступности, и к уважению, и так далее, и тому подобное. То есть это, грубо говоря, такой вот культурный подъем, да? Если мы говорим, например, о проекте, вот, связанном с мусором, с раздельным сбором мусора, это ведь не только вот сама идея, что кому-то этот мусор нужен. Ну, начнем с того, что Василий Гашовский нам рассказывал о том, что деньги собранные, а это очень немалые деньги пойдут в фонд школы. То есть дети, ну, значительно будут улучшать свою материальную базу. Конечно. Это раз. Второе, мы не можем, ну, мы и так, грубо говоря, ну, не сильно к экологии внимательно относились, хотя экологи у нас тут разбили все колокола, и, наверное, уже бить не во что. И, собственно говоря, наверное, формирование людей будущего, вот, непотерянного поколения, они должны понимать, что нужно быть, ну, как минимум, к природе, ну, наверное, лояльнее, что ли. Ну, вот, если я не прав, толерантнее, я бы сказала. Толерантнее, да. Конечно. И это один из способов, собственно говоря, не засорять тем, что там, я когда-то, не помню, ну, очень давно смотрел программу, где рассказывал, сколько, какой мусор лет разлагается. Так вот, там пакет обыкновенный целлофановый, там, какие-то сумасшедшие тысячи лет разлагается, то есть пока он не превратится, ну, собственно, не исчезнет. Поэтому каждый пакет, который вы, ну, нет, не вы, у нас все зрители культурные убирают за собой, вот хулиганы, которые выбросили на отдыхах, на маёвках и так далее, это все вы похоронили на многие тысячи лет путем разложения. Вот он будет, естественно, разлагаться очень много лет. То есть этого делать нельзя не потому, что это некрасиво, а потому, что это действительно портит ту родючую землю, яку мы маем. Поэтому, ну, что же, это я так отвлекся. Совершенно верно, согласна с вами, абсолютно. Действительно это меняет нашу культуру. И вот именно то, почему мы начали с детей, со школьников. Дети в школах, они действительно очень восприимчивы к этой информации. Мы очень надеемся и видим на самом деле результат очень хорошо, что школьники эти, они прошли лекции, они сами у себя в школах курировали этот проект. То есть администрация школы им лишь помогала. Но кураторами этого проекта в каждой школе было именно ученическое своё управление, были самые активные школьники. И у нас самая большая надежда ещё в этом проекте на то, что когда дети начнут сортировать отходы, то у родителей просто не останется шанса жить по-другому. Да, потому что действительно мы очень сильно к нашим детям, мы всегда относимся с огромной любовью и стараемся тоже помочь в их начинаниях. И вот также мы надеемся, что будет и такой эффект, что у нас есть опыт, когда родители передают какие-то навыки детям, а в данном случае мы очень надеемся, что именно от детей такой положительный навык и та толерантность к природе действительно перейдёт от детей к родителям. И это будет замечательный эффект. Положительный действительно момент этого проекта, что благодаря партнёру данного проекта, это компания PepsiCo Ukraine ООО Сандора, они поддержали эту инициативу и 5 победителей, 5 школ, которые лучшие результаты показали, которые во время реализации проектов собрали наибольшее количество отходов, которые выполняли задания, снимали мотивирующие видео, они получили 5 комплексов для раздельного сбора отходов. И сейчас ещё благодаря тому, что у нас когда проходил форум международный, во время регистрации люди платили благотворительный взнос, и вот за эти благотворительные взносы ещё было куплено около 10 контейнеров, но это именно внутрь школы. И теперь у нас есть 15 школ в городе из 67, которые уже сортируют отходы. То есть я думаю, что за вот этот год, 17-й наступивший, у нас будут эти показатели действительно охвачены все школы. Я на это очень сильно надеюсь, и мы сейчас для этого прикладываем максимальные усилия. Здорово. Ну давайте ещё тогда поговорим о будущем. У нас там 6 минут программы ещё осталось. Давайте всё-таки поговорим ещё о будущем. Ну о прошлом понятно, да, мы действительно видели эти проекты. Я знаю, что конкретно ваше направление участвовало в проведении разного рода праздников и так далее, но, собственно говоря, это прошло, ну прошло как прошло. А вот такие вещи, которые действительно фундаментально меняют мировоззрение людей, или меняют город, и, ну, я надеюсь, к лучшему, и думаю, что все здравомыслящие люди считают, что это к лучшему. Какие проекты вы считаете своей, ну вот первой задачей на этот год, что вы считаете, какие ещё навыки или даже не навыки, а какое мировоззрение стоит ещё закладывать в этом году? Я думаю, что имеет самый главный упор делать на объединение. На объединение наших жителей вокруг позитивных идей в плане развития города нашего, в различных направлениях. И очень важно и очень здорово, что сейчас растёт волна ОСББ, ОСМД. То есть мы также будем прилагать максимальные усилия и делать обучение именно для жителей, чтобы они узнали больше, что это такое, а также, что такое ОСЭНы, чтобы люди объединялись в своих микрорайонах, и чтобы они также делали полезные вещи для своего, собственно, для своего двора, для своего дома, для своей улицы. Мы обязательно сделаем программу, где вот раскроем эти все вот тайны аббревиатур. Конечно, это очень важно. Люди действительно немного вопросов задают на эту тему. Люди просто на улице подходят, спрашивают, спрашивают, вы ведёте эту программу, скажите, а вот это, а вот это. Мы обязательно сделаем эту программу, действительно, потому что ОСЭН отличается кардинально от ОСМД и многими вещами. Сейчас мы на этом останавливаться не будем, но вот такое благое дело, как популяризация основ самоуправления, ключевое слово самоуправления, опять же, мы никого не пиарим, но это действительно, мы должны понимать, что мы сами хозяева каждой пяди земли, и нельзя проходить мимо её. И, собственно, опять возвращаясь ко всем этим проектам, мы опять же говорим о том, что начиная с мусора, заканчивая с собственным домом, даже с закрытой дверью, и вот, скажем, ещё один такой пример, вот у меня в подъезде появилась надпись, вот у нас там, у нас там, дом, дом, такая активистка есть, которая отвечает у нас за этот тепловый счётчик, вот она повесила на двери такое объявление, закрывайте двери, это ваши деньги, ваше тепло. И вот я думаю, что многие этого ещё не понимают до конца, но это в самом деле так, это всё наши деньги, и никто за нас платить их не будет, ну, единственное, что может быть помогут, как вот сейчас это происходит с субсидиями. Какие ещё проекты будущего нам ожидать по вашему направлению? Или может быть есть какие-то, вы хотите к нашим зрителям обратиться с какими-то воззваниями, не знаю, предложениями приходить? На самом деле, вот суть ресурсного центра, это помогать в реализации инициатив жителей. Вот это основная цель, то есть быть инструментом для жителей. Поэтому сейчас я бы хотела обратиться действительно к жителям нашего города, чтобы, дорогие жители, вы были активнее, чтобы вы не боялись и не думали, что вам что-то не под силу. Вы можете сделать всё, что придумали. Поэтому прописывайте свои инициативы. Приходите к нам в агенцию развития города Николаева, в ресурсный центр общественных инициатив. Мы обязательно вам поможем вашу идею. Вы адрес дайте, пожалуйста, я тоже думаю, важно. Мы обязательно поможем вашу идею воплотить в реальность, поможем прописать проект, поможем на этапах реализации проекта. Поможем ресурсно во всех моментах, в которых мы сможем это сделать. Поэтому сейчас хотела бы сказать, как нас найти. На самом деле найти нас очень легко. Мы в социальных сетях. Мы подписаны в ресурсный центр грамматических инициатив. Мы в социальных сетях в Фейсбуке, ВКонтакте. Поэтому обязательно находите нас. Также можно нам присылать письма. Приходите к нам. Мы находимся в Николаевском городском совете. Первый подъезд, 510 кабинет. Поэтому приходите. Будем вас ждать с вашими инициативами. И я очень надеюсь, что благодаря активизации наших горожан, благодаря тому, что мы с вами научимся объединяться для того, чтобы сделать наш город лучше, действительно, очень многие изменения произойдут. Поэтому будьте теми, кто эти изменения делает. Я вам предлагаю еще в качестве дополнительного рекламной акции сделать вот такую одну историю проекта. Мы обязательно у себя в программе его покажем. Поможем вам это дело отснять, срежиссировать. И будет вот такая история одного проекта, как от мечты превращается в реальность. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Я напомню, что мы каждую среду будем опять продолжать с вами встречаться и разговаривать с представителями муниципальной власти. И не только с городским головой и его заступниками, а также теми людьми, которые делают нашу жизнь лучше, работают во благо города, работают на нас с вами, поскольку чиновник работает на нас. И это очень важно. Для этого мы, собственно, этот проект и затеяли, чтобы все знали, как это происходит, что делается, когда делается и как делается. И чтобы каждый из жителей мог оценить работу тех менеджеров, которые он нанял, без кривотолков, от прямого лица и мог задать вопрос в прямом эфире нашим гостям. До встречи в следующую среду в прямом эфире в программе «Горячая линия» на связи с муниципальной властью. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин